Сегодня исполнилось 100 лет с момента образования Всероссийского Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Комсомол был самой массовой молодежной организацией не только в нашей стране, но и в мире. Некоторые годы его численность доходила до 40 миллионов человек. Основной задачей Союза было воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. И решалась она блестяще. Эта общественная организация сыграла огромную роль в истории нашей страны. По истории молодежи Чувашии можно изучать историю всей страны. Первые комсомольцы участвовали в колхозном строительстве и индустриализации. Боролись с неграмотностью и голодом. В годы Великой Отечественной войны работали на военных заводах и в сельском хозяйстве. Собирали средства на строительство военной техники. В мирное время организовывали соцсоревнования, боролись за высокую производительность труда. И, конечно, участвовали в жизни района города-республики. Звонит Константин Акчдиректор. Константин Акчдиректор. Строится стадион, новый, большой. Лен Прокопович, он был тогда зампредседатель горосполкома, позвонил. Это Константин Акчдин мне говорит. Просит это на субботе комсомольцев. Пожалуйста, это организуй. Я подумал, Константин Акчдин, ну придем мы после работы, два-полтора часа поработать, что мы там можем сделать? Давайте, говорю, это самое с обеда. Попросим начальников цехов, чтобы это нам дали. Ну давай. Тысячи человек за раз на стадионе. Я не скажу, что каждый день, но в неделю раз мы там бывали. Они верили в светлое будущее и даже не допускали мысли о том, что комсомол, как общественная организация, перестанет существовать. В стране поменяется власть. Да и сама страна станет совсем другой. Тем более трогательно читать письма из прошлого, которые было очень модно писать в советские годы. В эти исторические дни мы делегаты 15-й комсомольской конференции Чебоксарского ордена Трудового Красного Знамени и Хлопчатого Мажного Комбината обращаемся к вам, первопроходцам 21 века, претворяющим в жизнь наши светлые мечты горячими словами привета и самими лучшими пожеланиями. Конечно, романтический орел комсомолу придает время. Большинство из нас объединяют приятные воспоминания о юности, друзьях, туристических походах и литературных диспутах. Не стоит забывать, что это была сильно идеологизированная организация с четко выстроенной иерархией, в которой готовили резерв для КПСС. Но вопреки, а может и благодаря этому, опыт комсомольской работы пригодился многим. Я думаю, что меня комсомол научил двум, может быть, самым главным вещам. Это умение общаться с людьми, или, как сейчас говорят, коммуникациям. Потому что общение с людьми ведь это умение найти компромисс с человеком. Его надо, с одной стороны, убедить в чем-то, но с другой стороны, его надо слушать. А второй, я думаю, что очень большая школа это была организаторская. Было же очень много интересных дел, которые от души делали. Студенческие строительные отряды, скажем, комсомольские оперативные отряды, пост номер один, вот я участвовал в этом деле. Отдых детей, когда мы своих вожаток туда направляли. Ну, это же была живая, настоящая работа, которой, я думаю, она приносила какую-то пользу.